Сейчас отключим микрофон, не надо. Сейчас лучше, да. Наде аннотацию вашего выступления мы послали, вот поэтому примерный список вопросов для обсуждения нашим участникам известен. Хорошо, давайте попробуем тогда. Хорошо. Есть презентация, сейчас я посмотрю так. Может быть вы так. Так, вот презентация, которую можно управлять, можете самостоятельно управлять, нажимая на любое место, да, презентация. Хорошо, Ирина, попробуйте, мы отключим микрофон, чтобы не было эхо. Хорошо? Давайте, если будут проблемы, мы будем слышать, мы будем об этом говорить. Хорошо, тогда начинаем разговор. Спасибо. Хорошо. Так, значит, всем привет. И о чем мы можем сегодня говорить, это вот, я тут набросала эти пунктики. А все, что хотите, конечно, спрашивайте, если есть какие-то клинические вопросы, пару клинических вопросов я могу ответить. Но с клиникой мы сегодня не будем возиться, потому что там это очень долгая история, это вообще надо целый год курс вести, чтобы рассказывать, какую терапию надо для каких случаев применять. Значит, пока мы про какие-то официальные вопросы, значит, разговариваем. И, значит, приблизительно это можно разбить на лицензирование, на профили, то есть на типы психологических служб, на размер, состав служб, на административные вопросы и финансы. Все, конечно, интересуют финансы. Так, и в конце каждого разделчика я буду паузу делать для вопросов, может быть, так легче просто по разделам разговаривать, чтобы не одном лице. Давайте не будем пока планировать вопросы, потому что проблемы со звуком. Хорошо, нет вопросов. Значит, я делаю свою кукуряку, а потом уже все вопросы, как говорится, в конце. Ну, в общем, у нас здесь, как говорится, в Канаде пока есть два типа лицензий. Они уже, значит, колледж наш, колледж это не тот, который дипломы раздает за образование и образовывает. Колледжем здесь называется структура, которая контролирует, как хорошо мы работаем. И почему-то она называется колледжем. То есть у всех докторов лицензия на то, чтобы практиковать медицину, она контролируется колледжем of physicians, то есть колледжем докторов. У психотерапевтов, например, есть колледж физиотерапевтов. У коропракторов есть коропракторы и так далее, и так далее. Ну, вот у психологов есть колледж психологов. Значит, к колледжу, как к образовательной системе, они совершенно не относятся абсолютно, просто называются колледжем. И вот этот колледж, он принял решение, что с 15-го года будет только один тип лицензий. Пока сейчас существует два типа лицензий. Это психолог и психологический, так сказать, ассистент. Требования, в принципе, к получению лицензий одинаковые, но для психолога еще нужна научная степень. То есть там после 15-го года будут только психологи. То есть если у вас нет научной степени, грубо говоря, психологом вы быть тут не можете. Без лицензии практиковать нельзя. То есть нужно, чтобы у вас была официальная лицензия на эту, на практику. И вы не можете себя называть психологом. Даже если вы закончили три московских университета, и в каждом дипломе написано, что вы психолог. И даже если вы защитились и кандидатскую, и докторскую, и так далее, вы приезжаете в Канаду, вы не можете практиковать психологию. И не можете подписываться себя как психолог. То есть нигде ни рекламы вы не можете составить, что вы психолог, нигде в письмах вы не можете указывать, что вы психолог, и так далее. Если вас на этом поймают, это где-то пять тысяч первый раз, и потом еще сколько-то штраф за это, и так далее. Поэтому лучше, кстати, не шутить, потому что есть такие у нас товарищи, которые специально отлавливают этих эмигрантов, которые, значит, себя хотят назвать психологом. Поэтому, значит, с лицензией здесь я это делаю очень строго. Для того, чтобы получить лицензию, как я сказала, нужна эта научная степень, и нужно, чтобы вы закончили определенное количество и качество курсов по психодиагностике, по клинической психологии. И даже если вы не хотите в клинике работать, например, вы хотите практиковать как организационный психолог, или как психолог, который в школах работает, который просто делает тестирование детей, особо талантливых детей, или наоборот детей, которые отстают немножечко. Даже или просто смотреть, как ребенок вписывается в коллектив и так далее. То есть это, по идее, не клиника, но все равно вам нужно закончить по клинической психологии определенный курс. После того, как вы закончили и защитили диссертацию, все, только после диссертации, после того, как у вас ученая степень получилась, вам нужно пройти практику под руководством лицензионного психолога. И вам нужно где-то там в конце этой практики сдать три экзамена. Два экзамена письменно, это один экзамен по этике и один экзамен по психологии. И третий экзамен это устно, по психологии. И когда вы проходите практику, у вас, значит, профиль практики должен совпадать с тем, какой у вас будет профиль лицензии. И, соответственно, когда вы идете на устный экзамен, вы тоже должны указать, какой вы хотите профиль лицензии. И тогда они для устного экзамена приглашают специалистов, которые, так сказать, вас будут проверять по этому профилю как раз. Вам нужно как минимум два руководителя найти клинических. И, вообще говоря, самая главная трудность в получении лицензии, это как раз найти этих руководителей. Потому что здесь, значит, психологи не покрываются никакими медицинскими страховками и так далее. И самая главная проблема в работе психолога, это найти клиентов. И, соответственно, если, например, у психолога уже есть клиенты, он над ними трещется, потому что это его кормящие, как говорится, дойные коровы. И, соответственно, он делить их не хочет ни с кем. И тут приходит потенциальный какой-то товарищ, который с ним будет соревноваться, когда он получит лицензию. Это его будет, грубо говоря, компетирующая фирма, что называется. И, соответственно, он не хочет, так сказать, себе растить своего собственного конкурента. Поэтому никто не хочет брать под руководство этих новых, которым нужно, значит, какие-то оружие. Если только нет никаких специальных интересов. Там, например, они берут слишком много клиентуры у каких-то психологов, и они нанимают вот этих людей, у которых временные лицензии для того, чтобы сделать практику. Но, в общем, есть какие-то варианты, когда психолог все-таки соглашается брать под свое руководство на практику какого-то товарища, который, значит, в будущем может быть сам уже лицензионный психолог. Так что самая главная проблема для того, чтобы сделать лицензию, это найти вот этих вот руководителей на пару лет, чтобы с ними практиковать. Значит, по составу работы психологический ассистент. Психологический ассистент проходит те же самые головные боли. То есть, опять-таки, ему нужно найти руководителя, значит, опять эти полторы тысячи часов, три экзамена и так далее, вот эти курсы и так далее. Но он может уже подавать на лицензию просто после диплома университета. Так вот, по составу работы психологический ассистент делает точно то же самое, что психолог. То есть, его нанимают на работу на те же самые функции, что и психолога. Разница только получается в деньгах. Это, так сказать, я вам точно говорю. То есть, только разница в деньгах. Психологу, грубо говоря, платит больше, а психологическому ассистенту меньше. И психолог имеет право быть руководителем психологической службы, самостоятельной. А психологический ассистент не может делать самостоятельную психологическую службу. Он должен работать только под руководством психолога. Вот в этом только и разница. Так, едем дальше. Если вы сюда приезжаете и хотите со своим дипломом устроиться, можно быть не только психологом. Можно быть другими, так сказать, специалистами. И три основные специальности, которые можете использовать со своим дипломом, в дополнение к психологу, это социальный работник, психотерапевт и так называемый персонал эйд, то есть работник для персонального обслуживания. Но социальных работников на самом деле здесь почему-то уважают, потому что очень многие медицинские страховки или госпиталя и так далее, они их нанимают вместо психолога. Почему? Потому что социальные работники стоят дешевле. С точки зрения психологии они знают гораздо меньше. Ну, просто совсем меньше. То есть они вообще на самом деле ничего не знают по психологии. Но какие-то там социальные функции они могут выполнять. Как-то там разговаривать с пациентами, делать какое-то простое тестирование и так далее. Я должна на чат как-то ориентироваться и говорить по теме или нет? Ага, ну ладно, не буду этого. Так вот, психотерапевты так называемые, эта специальность появилась буквально совсем недавно, то есть в прошлом году. Они сделали только-только свой собственный колледж. Этот колледж еще не выдает дипломы. Они все еще в процессе разработки, какие же экзамены для диплома, не для диплома, а для лицензии нужно получать, проходить и так далее. То есть это только свеженький совсем этот колледж. И естественно, все конкурирующие колледжи, которые занимались психотерапией до этого, они пинают, что называется, этот колледж психотерапевтов. Поэтому я не знаю, выживет он или не выживет. Значит, в Америке, например, нет такого колледжа психотерапевта. Это чисто канадское, что называется, изобретение. И это не очень хорошее изобретение. Потому что это лобби просто протащили, значит, эти страховые компании протащили вот это в лобби, значит, чтобы сделать этот колледж. А другие организации сопротивлялись очень сильно. Почему? Потому что право делать психотерапию раньше имели не только психиатры, и не только психологи, и психологические ассистенты, но и социальные работники, и даже медсёстры. Сейчас это право почти у всех изобрали, только психиатрам оставили и психологам. И отдали, отдали, отдали психотерапевты. Теперь, значит, эти психотерапевты, они, во-первых, к ним, ну, их подготовка очень слабенькая, они просто заканчивают университет, и всё, они никаких там, в лучшей степени ничего не должны делать. И даже в университете, когда они проходят эти университетские, значит, тренинги, у них очень мало этих курсов по терапии. И им не разрешается проводить психологическую диагностику. То есть, грубо говоря, они только могут получить пациента на руки и начинать его лечить. Но если он не проходил психологическую диагностику, что же он будет лечить? Какой же диагноз он будет лечить, если он ничего не знает про диагноз? Вот, поэтому вот мы пока скептически к этому относимся. Пока психотерапевтов не покрывают никакие страховки и так далее, поэтому, ну, как-то на них так скептически относятся. Но вот есть такая вот новая, совсем свеженькая специальность, так что не удивляйтесь, если есть такие товарищи, которые подписываются, что они психотерапевты. Работники профессионального обслуживания – это много разных специальностей, как то, например, у вас по теме может быть дети с нарушением умственного развития и так далее. И людей нанимают, например, чтобы с этими аутистическими детьми сидеть там целыми днями или каким-то образом заниматься, или люди, которые должны ухаживать, например, за престарелыми, у которых нарушение памяти и так далее. То есть какое-то психологическое обслуживание должно быть, и какая-то там психологическая подготовка должна быть, но там не до высокой психологии и не до терапии. Просто побыть, что называется, психологически с кем-то. И, соответственно, им платят меньше всего. То есть пока после психологов по оплате чуть ниже идут социальные работники, но, правда, они ничуть ниже. Потом идут еще ниже психотерапевты, которых страховая компания хочет нанимать вместо психологов, потому что меньше платить надо. И, соответственно, вот меньше всего платят этим персоналом деньги. Так, едем дальше. Требования к страхованию. Для того, чтобы держать вашу лицензию, чтобы она у вас была в рабочем состоянии, вы обязаны просто платить страховку на вашу деятельность. То есть это страховка на случай, если кто-то вас будет судить, или если там пациент сломает ножку, подскользнувшись на льду перед вашим офисом и так далее. Тогда вас тоже будут судить, и, соответственно, вам нужна страховка, чтобы покрыть все эти расходы. Суды здесь стоят очень дорого, значит, ну там пятизначные цифры, как правило. Поэтому из своего кармана вы, конечно, не сможете заплатить. Поэтому колыч просто заставляет вас страховаться, иначе вам лицензию просто не подтвердят. Вы должны при этом, страховая компания вас не застрахует, если вы не состоите в профессиональных обществах. То есть одна тут рука руку моет, грубо говоря, то есть коррупция очень хорошо здесь развита. Соответственно, профессиональное общество заставляет платить им взду, используя тот факт, что страховая компания на вас сдает, ну и взаимно, что называется. Минимум, который вы должны, значит, у вас членство должно быть. Это вот колыч, русская колыча в Антарио, то есть как вы состоите, значит, в нем. Вы просто платите годовую вот эту оплату, и все. Все это, значит, членство на этом заканчивается. И вот канадская психологическая ассоциация. Желательно еще они вам все время присылают, и вы, скорее всего, будете время от времени в них составлять. Например, Антарио, по всем провинциям есть отдельные психологические ассоциации. Вот, соответственно, вы еще в конвенциальной психологической ассоциации можете стоять, потом в городской психологической ассоциации, потом там разные есть ассоциации психологических специалистов и так далее. Но там где-то штук 10, наверное, всяких существует. Это уже на ваш вкус и цвет. Здесь это уже не обязательно, но желательно. И еще есть требования к повышению квалификации. Это как? Это, значит, надо каждый год, вот до 2011 года, мы должны были просто посылать им отчет, что мы квалификацию повышаем. И они нам верили на слово. То есть было, конечно, лажа только та еще. А сейчас, с 2012 года, они поменяли это. То есть сейчас им надо присылать конкретно, на какие семинары мы ездили. То есть повышение квалификации – это так. Все время присылают нам какие-то буклетики, чтобы мы участвовали в разных семинарах. Как-то, ну, по, там, не знаю, дефункциональным семьям, например, или как лечить аттачменты, то есть вот это, ну, всякие нарушения личности и так далее. Вот. И, ну, в области психотерапии, конечно. В основном психотерапии почти никогда диагностики. И время в времени, если вам это интересно, вы, значит, платите эти, там, 300-400 долларов и, значит, в этом семинаре участвуете за день. Это обычно на целый день семинар. И вам дает 6 кредитов за это дело. И вот сколько-то там кредитов надо в течение года набрать. Раньше нас не считали, не считали нас по кредитам. И все другие специалисты нам сильно завидовали. Потому что у докторов, например, есть требования, чтобы они набрали в течение года какие-то кредиты там у всех других. А вот у нас не было конкретной цифры. Просто говорили, что, ну, вы там себя повышали, повышали, но никто не проверял квалификацию. А сейчас, вот с 2012 года, они еще не утвердили, но уже черновик готов и, скорее всего, утвердят в декабре. Начнется, значит, другая ситуация. Нам нужно будет набирать 50 кредитов, по-моему, за 2 года. И, соответственно, присылать это колледжу. Они, конечно, не будут проверять в деталях, но, как говорится, лучше не урать здесь. И, соответственно, тем самым они будут, как говорится, больше контролировать, что мы повышаем квалификацию. Дальше. Профили или типы лицензии. Когда вы получаете лицензию, вы должны указывать, по какому профилю вы собираетесь работать. Вам не дается общая лицензия. Вам дается лицензия только на несколько типов. Даже если вы знаете все. Я помню, когда я сюда приехала, я указала все, что я знаю. Они сказали, а мы вам такую лицензию не дадим. Вы должны выбрать 2 или 2 или максимум 3 профиля. И все. Больше 3 они не дают, а всего там профилей, наверное, 7, что ли. Поэтому вам дается право выбора. И когда вы выбрали, с кем и в какой области психологии вы собираетесь практиковать, то тогда они ожидают, что вы найдете руководителя для вашей практики именно по этому профилю. И, соответственно, подбирают специалистов для вашего основного экзамена тоже по этому профилю. Профили делятся, опять-таки, по типу клиентов. То есть вы можете указать, что вы работаете с семьями, вы можете указать, что вы работаете с детьми, подростками, престарелыми или просто взрослыми. Дальше они делятся, естественно, по области психологии. Здесь вот на экранчике все есть. Вы можете все это прочитать. Вы можете просто заниматься только асессментом. Редко кто этим занимается, но бывают психологи, которые только асессменты делают. Они так называются, асессмент-центры они себе сделают, то есть диагностические центры. И терапии даже не пачкаются. Ну и какие-то деньги не на этом не будут. Большинство психологов делают и то, и другое. И если выбирать, по какой специальности идти, то здесь больше всего дефицит детских психологов. И почему? Потому что никто не хочет возиться с какими-то юридическими вопросами детских психологов. Какие юридические вопросы? Например, вы делали диагностику ребенку. И вы делали диагностику ребенку, ну, с точки зрения, значит, он талантливый или неталантливый. Мама хочет его поставить в специальный класс для талантливых. И маме говорят, вам нужно от психолога привести доклад, что этот ребенок прошел тестирование, и он весь из себя особо талантливый. А для того, чтобы этот психолог ему дал этот репорт, ребенок должен набрать, ну, там, например, 95% из 100, решить этих, там, паравену, например, или по другим там тестам, значит, чтобы у него там 95 баллов было. А ребенок, например, набрал 93%. Значит, там мама, естественно, наша встает и говорит, вот мой ребенок такой особо талантливый и так далее, я на вас жаловаться буду, вы там что-то неправильно сделали. Потому что тогда ребенка не посылают в талантливый класс, потому что он не добрал до 95%. Например, 95% это вот здесь нормальная граница, после которой детей посылают в этих группу особо талантливых. Ну и, соответственно, начинаются суды, да, то есть мамаша подает, значит, в суд и так далее, там, в колдыш посылает им запрос, колдыш начинает это расследовать, отбирает лицензию или не отбирает, но в любом случае начинает расследовать, что произошло. То есть трепет нервы капитами, то есть трепет нервы и родителей, и трепет нервы учителя, и потом все, кто любит тестировать детей, они тут же включаются и так далее. То есть за те же самые деньги приходится работать гораздо хуже, гораздо больше, и гораздо, так сказать, больше на тебя смотрят. Детей здесь вообще очень сильно охраняют, поэтому там надо специальные бумаги на детей, там специальные разрешения на каждое ваше движение. Поэтому в детские психологи мало кто идет, потому что слишком это большая головная боль. И, соответственно, найти руководителя, который бы вам, так сказать, поддержал вашу лицензию детского психолога, тоже трудно, потому что их просто мало. Вот, поэтому тут вот с детским психологом как раз, поэтому профилей очень трудно устроиться. Так, теперь, значит, по составу служб. Службы, я просто посмотрела, как у вас службы в Москве сейчас работают. Я когда уезжала, было очень мало службы. Все службы, они были такие, там, семейные консультации и так далее. То есть почти официальные, почти оплачиваемые государства. Частных служб-то почти не было. Сейчас я смотрю, у вас в Москве там появились эти частные службы. И я присматриваюсь, они у вас достаточно крупные. То есть у вас там, не знаю, секретарша может работать, и там несколько там этих специалистов, там буквально там человек 10 минимум может в службе быть. Здесь средний размер службы, ну, наверное, человек 5 от силы. То есть самый частый размер службы, это 3 человека. То есть просто психолог, там какой-нибудь секретарь при нем, и какой-нибудь там помощник, который же делает обработку тестов, он же психометрист, и он же уборщица, он же еще кто-нибудь. Вот, поэтому вот здесь вот самый рабочий размер вот этих служб, это такой маленький размер. Есть, покрупнее службы, есть, когда психолог нанимает вот этих вот несчастных там или психотерапевтов, или людей, которых временная лицензия для того, чтобы пройти вот эту практику, или просто социальных работников, или там медсестер каких-нибудь и так далее, чтобы они за него работали. Как правило, эти психологи, они сами не знают ни психотерапию, ни психодиагностика. Их просто там старую лицензию им дали когда-то, когда еще только коллочный начинался, и все. И они вот нанимают, грубо говоря, рабов, которые делают за них всю работу. Такие службы могут быть размером, ну вот они могут держать там, например, обслуживающий персонал 4 единицы, и этих всяких психотерапевтов, например, человек 12. Но больше 20 людей в психологических службах не работают, просто не работают. Я не видела ни одной. То есть я видела, я говорю, я видела 15 людей, там это максимум. Видела 10 человек в службах, и то это много. Как правило, больше одного психолога на одну службу не бывает. То есть все держится на этом психологе, потому что все деньги основные платятся по оценкам психолога. То есть психолог заполняет формы, что он делал работу. Работу он не делает, он впихивает эту психотерапию на каких-нибудь там социальных работников. Они встречаются с пациентами, оплатят деньги психологу, по ставке психолога, соответственно. То есть вся служба получает много денег. И просто психолог потом выплачивает что-то там этому социальному работнику, или психотерапевту, или психологическому ассистенту, и на этом дело заканчивается. Едем дальше. Значит, это работа с клиентами. Как я уже сказала, здесь, значит, за клиентами мы бегаем сами. Никто нам, естественно, их не приводит. Никакой системы тут нет такой, что вот есть психологические службы, вы список психологических служб, и, пожалуйста, значит, вот туда и обращайтесь. Такого здесь нет. И, соответственно, вы должны сами рекламировать. То есть к вам время от времени все время подъезжают или звонят какие-то агентства и говорят, а хотите мы ваше имя поставим в наш списочек, и вам это обойдется 200 долларов в год, 300 долларов в год и так далее. Ну и в какие-то места вы говорите давайте, в какие-то места вы говорите не давайте и так далее. То есть вы себя рекламируете, если вы себя не рекламируете самостоятельно как-то. То автоматически на вас клиенты, так сказать, не падают. Самый дорогой, что называется, психологический сервис, это для судов. То есть за суды платят хорошо. Соответственно, если у вас есть друзья-адвокаты, которые вам подкидывают клиентов для того, чтобы мы их там продиагностировали и так далее, то у вас эта часть, как говорится, эта часть пирога вам достается. Если нет, то тогда просто вы рекламируете свои услуги для людей, которые нуждаются в психологической службе. Как правило, психологи стоят здесь дорого, поэтому нормальные люди себе позволить не могут. Даже я, наверное, не могу себе позволить саму себя, хотя у меня вообще расценки достаточно низкие. Потому что это дороговато, конечно, даже на час разговоров столько денег заплатить. Поэтому, как правило, народ оплачивает услуги психолога, используя всякие там страховки. И страховки какого типа идут? Значит, страховки, если у людей была автомобильная авария, тут практически закон такой, что все должны иметь автостраховки на случай аварии. Соответственно, если была авария, то вот эти автомобильные страховые компании, они оплачивают какую-то часть либо диагностики, либо терапии. Второй вариант – это если товарищ где-то работает в крупном предприятии, и там у всех крупных предприятий есть страховая компания, которая страхует рабочих от несчастных случаев. Соответственно, если несчастный случай произошел, то есть какие-то маленькие денежки, которые позволяют хоть какой-то там асессмент делать, то есть какую-то диагностику делать или какую-то терапию. Еще, значит, у всех больших компаний есть так называемая страховка имплоимент. Если товарищ плохо себя чувствует, то не обязательно, чтобы несчастный случай произошел, но просто хотят поговорить с психологом, то каждый год у них эта страховка покрывает минимум 300 долларов. Это совсем мало. Минимум 300 долларов, потом 500 бывает, бывает 1000. Вот у меня есть специалист, у него страховка годовая – 4000 и так далее. Если эти деньги не использованы, то они пропадают просто каждый год. Поэтому, значит, соответственно, я всем рекомендую, чтобы они каким-то образом эту часть использовали. И вот такого рода поддержка немножечко финансовая есть на использование психологов. Но опять-таки есть люди, которые просто у них нет никаких страховок, но им очень надо, и они приходят, и они платят свои огромные денежки. Так, это, значит, насчет клиентов, как клиенты приходят и как они оплачиваются. Есть психологи, которые работают при госпиталях. Тогда вам за клиентами не надо бегать. Тогда вам госпиталь сам доставляет этих клиентов, просто от докторов. Но это госпиталь должен позволить себе психолога, потому что госпиталь платит психологу из своего личного бюджета, из своего госпитального бюджета, а не из медицинской страховки. Соответственно, только большие госпиталя могут себе позволить. И оплата психологов при госпиталях гораздо ниже, чем у психологов, у которых есть свои, так сказать, самостоятельные офисы. Но, в принципе, там есть, я тут написала, что есть бенефиты на лечение зубов в вашем и вашей семье. То есть, ну, какие-то есть маленькие плюсы работы в госпиталях, поэтому многие психологи просто, чтобы себе голову не морочить, устраиваются при госпитале. Но тогда у них нет свободы времени. То есть, они каждый день действительно должны ходить на работу, и у них там отпуск буквально три недели всего будет. А если у вас свой собственный офис, вы можете отпуск себе когда хотите устроить. Поэтому, значит, тут есть свои плюсы и минусы. Так, значит, для того, чтобы с клиентами работать, вы должны иметь в виду, что когда клиент там приходит, вы должны с него получить разрешение на то, чтобы с ним разговаривать. Это называется консент. То есть, если у вас этот консент не подписан, вы не имеете права говорить с клиентом вообще, и не имеете его диагностировать, не имеете права его диагностировать. Это первое. Второе, вы должны получить вот это разрешение на то, чтобы говорить с другими специалистами, как, например, с их докторами или с их другими специалистами, которые делали им диагностику. Например, другой психолог с ним разговаривал, или психотерапевт и так далее. Вот вы должны при первой же встрече получить вот эти разрешения в писаном виде на работу, на контакт с другими людьми. Иначе, если у вас нет этого разрешения, другие те люди не имеют права вам, значит, с вами обсуждать все вопросы, связанные с этим клиентом. Потом вы должны, это называется, лимитсов консидиальности, должны с ним обсудить, насколько конфиденциал, что называется, насколько консидиально ваш разговор. Там вот есть три ограничения, где вы должны нарушить эту консидиальности, и, соответственно, клиенту вы должны информировать про это. Это просто при первой же встрече, когда вы регистрируете клиента. Ну и должны, значит, с ним обсудить правила работы дальше с этим товарищем, например, что он должен предупреждать, если он опаздывает, или если он отменяет, что ему дается 24 часа на отмену, иначе вы должны с ним дополнительные деньги брать. Вот, что мы на самом деле берем. Если пациент просто не приехал, вы с ним имеете право взять какие-то деньги. И во время регистрации вы, естественно, его просите заполнить, заполнить всю информацию про него, там все его явки, пароли, когда он родился, женился и так далее. И какой-то тестинг провести с ним. То есть это уже зависит от вашего вкуса. И вы держите ответственность за то, чтобы вся информация, которую клиент вам давал и так далее, хранилась в вашем офисе. Значит, если вы работаете со взрослыми, то требование к хранению вот этой информации, так называемой это custodian information, то есть вы владелец этой информации. То есть вы ответственны за эти файлы в течение трех лет. А если вы работаете с детьми, то вы ответственны за всю эту информацию в течение 10 лет и после того, как им исполнилось 18. То есть до 18 и плюс еще 10 лет. То есть достаточно долго вы должны эти детские файлы все хранить. И, соответственно, если кто-то запрашивает копию этих файлов и так далее, вы должны получить разрешение от пациента, что он не против, и откопировать все эти файлы и отослать. Почти всегда за свои собственные деньги. Иногда можно какие-то деньги выбить из той компании, которая делает запрос. Но чаще всего это все за ваш счет. Поэтому здесь надо иметь в виду, что вам придется держать всю информацию, все вот эти бумаги, все эти документы в целости и сохранности достаточно долгое время. И вам просто нужно какое-то место для того, чтобы все это хранить, все эти коробки из суммоножения. Финансы. Ура! Значит, соответственно, последний наш вариант, наша точка, на которой мы разговариваем. Сейчас так называемая recommended fee, то есть рекомендуемая ставка. Это рекомендуемая колледжем. То есть это той самой организацией, которая нас контролирует. Эта организация время от времени посылает на бумажки, опять-таки конфицидиально, прорекомендованную ставку. Вот сейчас ее недавно повысили до 202, раньше она была 205 долларов в час. Значит, час считается клинический, чаще всего психологи пользуются этим клиническим часом. Иногда психологи не пользуются клиническим часом. Клинический час – это 50 минут. То есть, грубо говоря, если пациент сидел у вас в офисе час и 15 минут, вы с него берете, как будто он просидел полтора часа. Ну, математика, так сказать, немножко. Прикиньте в голове, значит, вот это час-15 минут – это клинические полтора часа, соответственно, час-40 астрономических – это два часа. То есть, улавливаете, да, какие деньги идут. Соответственно, мало кто берет эту сумму в ежедневной клинике, но мы берем эту сумму, когда мы идем в эти суды всякие, вообще вот эти экспортные оценки нужно делать и так далее. Тогда мы, конечно, по полной отходимся, потому что здесь, например, юристы берут 300-350 в час, и, так сказать, все другие, там, например, эти социальные работники берут 150 и так далее. То есть, ну, а почему бы нам не брать 220? Соответственно, значит, берем где-то 200-220 в этих судебных разборках. Я знаю психологов, которые в судебных разборках берут 300, например. То есть, ставка неограничена. Вот эта вот рекомендованная ставка – это чисто рекомендация. Вы можете вообще поставить любые деньги. Если клиент может платить, вы можете поставить 2000. Никакого нет здесь ограничений, чтобы вы там перебрали немножечко. И вы можете вообще бесплатно практиковать. То есть, никто вас не заставляет этой ставки пользоваться. Но вот чтобы, как говорится, держать рынок, они пытаются это каким-то образом регулировать. Дальше едем, значит. Да, большинство психологов, которые не ходят в суды и так далее, они берут меньше. То есть, они берут где-то так 150, в среднем 180 час, опять-таки, за клинический час. Значит, мы в своей практике берем гораздо меньше, потому что у нас много иммигрантов, тем более русских иммигрантов. А из русских, знаете, выкладывать деньги не так просто. Вот, поэтому, и у мигрантов, как правило, денег нет. Поэтому, значит, у нас своя ниша на рынке. Мы берем меньше, но зато у нас свои там клиенты. Так, если вы, если вам оплачиваются ваши услуги через автостраховки, я уже говорила, да, если вот несчастный случай, если авария на дороге и так далее, то тогда можно подать счет в автостраховку. И тогда вот какие-то часы будут оплачиваться. Не все, что вы хотите, но какие-то часы они все-таки оплатят. Там у них ставка, они недавно повысили, 144 доллара. До этого было 137 долларов в час. Повысили буквально две недели назад. То есть сейчас это 144 доллара. Страховки на рабочих местах 126 долларов в час. Соответственно, психологический ассистент и психотерапевт получают гораздо меньше. Это мы говорим про ставку психолога. То есть психотерапевт или психологический ассистент, у которого лицензия полная, у которого прошел все три экзамена и так далее, и так далее, который просто работает с лицензией под руководством психолога. Он делает все то же самое. То есть он делает всю ту же самую диагностику, пишет те же самые рекорды, делает ту же самую терапию и так далее. Ему платят, соответственно, официально гораздо меньше. То есть две трети – это максимум от ставки психолога. Социальный работник – это, я тут написала, почти как психолог. Но на самом деле он не почти как психолог. То есть они, как правило, больше 150 не берут. Там 120-150. Личный ассистент, как правило, 20 долларов в час, бывает 25 долларов в час. Если его нанимают, семья, например, нанимает, они могут платить ему даже 40 долларов в час. Но это надо с семьей, конкретно, с индивидуальной разговаривать. Что нам еще? Да, это был приход. Теперь, значит, по расходам. Вот примерно, значит, на что вы должны ориентироваться, когда вы планируете быть психологом здесь. То есть лицензия стоит 800, профессиональная страховка – 450 и так далее. Вот здесь вот у меня все цифры есть, я их зачитывать не буду. И, по-моему, у нас это был последний слайд. Да, был последний слайд. Давайте я на этом послежу. Все. Значит, теперь давайте по вопросам, если есть они, конечно, вопросы. Так, какие есть вопросы? Если вопросы, пожалуйста. Так, Пёрт. Ну, и приезжайте поближе, чтобы здесь музыка была. Давайте попробуем на расстоянии, хорошо? Может быть, будет слышно. Может быть, и слышно будет. Попробуйте. Я поясню. Да, сейчас, Селина. Он беспроводной? Так, беспроводной, да. Говорите в микрофон-то. Здравствуйте. Ну, я задам, если можно, несколько вопросов. Ну, опять, вы говорили, что суты вообще все психологи берут. Это все плохо. А можно, пожалуйста, вы же уже в помиле не говорили? Да, извините, пожалуйста. Просто через помиле не говорите, и микрофон не берут. Здравствуйте. Я хотел спросить, неужели суты нанимают частных психологов, которые, или, вот, вообще, например, когда тут следственные эксперименты, там, экспертизы всякие, это государственные психологи работают, соцветственные учреждения. Для чего там плачутся, за то, что государство приходит, делегатство очень часто, которые не очень полезны. Хорошо, давайте, Ирина, можно ответить? Борис Бронич, вы не могли бы повторить вопрос? Микрофон, это давали. Да, вопрос в следующем. Вы много говорили о том, что в Канаде нанимают суды психологов для экспертизы, оплата осуществляется. А в России, Петр говорит, что не так часто привлекают суды психологов, но привлекают государственные психологов, работающие в государственных учреждениях. А нет ли практики все-таки больше привлечения психологов в Канаде, работающих в государственных структурах? Может быть, им больше доверяют, чем частным психологам? Чтобы была независимая, чтобы был независимый голос аудитории. Понятно. Значит, тут система такая, тут нет психологов в государственных службах, вообще нет. Нет государственных служб, которые платят психологам, чтобы они выполняли государственную работу. То есть все психологи – это частные товарищи. Просто все психологи – частные товарищи. Тут нет нормальных, независимых, честных психологов и так далее. То есть их, грубо говоря, просто приглашают, их там нанимают делать какую-то работу. Например, даже если государственные службы там какой-то. Ну, здесь, понимаете, государственный аппарат гораздо меньше, чем в России. У нас в России очень много государственного контроля. А в Канаде здесь каждый по-своему с ума сходит, что называется. То есть много-много частных каких-то структур. И даже, например, электричество здесь не государственно регулируется. То есть это частные компании, которые, несколько частных компаний, из которых мы выбираем, какую электрическую компанию, чтобы нам привели электричество в дом, мы хотим, значит, кому платить. То же самое по, например, по медицине сейчас. Часть медицины хотят делать тоже, грубо говоря, не государственные, а частные. Хотя, например, в Америке она просто вся частная. Теперь они на Америку показывают, давайте мы тоже частные. То есть государственные аппараты здесь очень маленькие. И у них нет возможности нанять психолога. И, естественно, государственные аппараты, как во всех государствах мира, не только в Канаде, в России, они, как правило, нищие, как корабельные крысы. Соответственно, они очень маленькие деньги платят. Поэтому им позволить себе нанять психолога так, как госпиталя позволяют. То есть госпиталь может себе позволить нанять психолога, а государственные аппараты не могут. Потому что госпиталю какие-то деньги идут от медицинских страховок, а государственные аппараты мало чего идут. Они иногда нанимают психологов свои политические партии, соответственно, политическая партия им оплачивает, а не государственные аппараты. То есть из государственных денег психологу практически ничего не платится. И они не нанимаются. Поэтому здесь, конечно, хорошо бы было, если бы судебные органы имели своего хорошего, государственно оплачиваемого независимого психолога. Это было бы правильно. Но вот такого здесь не бывает. Есть на самом деле психологи, которые специально получают лицензию. Помните, я говорила, есть примерно 7 разных видов лицензии. Так вот одна из этих лицензий – это форензий психолог, то есть как раз судебный психолог. Он опять проходит ту же самую головную боль с экзаменами, с клинической психологией, с полторы тысячи, тратить где-то часов набрать, опять форензий психолог. И ему дают вот этих всяких криминал какой-то ему подкидывать все время, которые он должен оценить этих товарищей преступников и каким-то образом даже их лечить или еще что-то такое. И вот этого форензий психолога, то есть этого судебного психолога или криминального психолога, его время от времени нанимают в суды. То есть тогда вот этого товарища, ему больше к нему суды обращаются, и, соответственно, оплата идет не судами. Оплата работы этих психологов идет клиентам. То есть, грубо говоря, если этот клиент, если у него достаточно денег, нанять дорогого юриста, например, какой-нибудь мафия босса, итальянская мафия, здесь очень хорошо развита вообще, вот, там, значит, какой-то там итальянский мафиози или там итальянский преступник и так далее, у него хорошие деньги. Он, значит, нанимает себе юриста, дорогого, дорогой юрист, зовет психолога и говорит, нам нужно, значит, провести психологическую диагностику и сделать репорт на вот моего клиента. И в репорт должно быть то-то и то-то. Все, психолога наняли. Теперь, значит, противоположная сторона, которая хочет защититься и так далее, противоположная сторона, она тоже нанимает юриста, если у них есть деньги, конечно. И та сторона нанимает своего психолога, и тот психолог пишет другой репорт, оценивает первый репорт и говорит, не, это все неправильно, неправда, почему неправда, вот почему. И во время суда приглашают обоих психологов, как эксперты. То есть, больше всего теряют клиенты, а юристы получают больше всего, и психологи, в принципе, получают больше всего. То есть, это, конечно, система ужасная, но вот они так работают. Такой у нас загнивающий капитализм. Спасибо. Следующий вопрос, Петр, хотели спросить, да? Микрофон вы отключили, Петр? Ну, я отключил, да. Включите тогда. Поближе, Попытай. Вот так? Да, но не слишком. Да, но наоборот дальше. Да. Хотел спросить, по каким признакам происходят вот таковые мы психологи? Как? У вас судья назначает экспертизы? Как бы? Или в какую компанию выбирает? Это параллельник бы надежности или по цене? Тендер какой-то проводится или какой-то? И так, в таком случае, обстоят дела. Допустим, я слышу, что в Канаде очень сильная поддержка миграторов, там, ванно-эминщик есть. Как, в этом случае, обстоят дела, все государство для своих служб, а то же, берега, владельцы, строительных контролей? Если нет, я не безотвечено своему обществу. Первую часть вопроса, я говорила, по каким признакам отбирают психологов для судебных... Да, 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 да. Да, значит, тут, в принципе, отбора никакого нет вообще. То есть, просто юрист там звонит своему знакомому психологу и говорит, значит, вот мог бы ты там сделать такой-то, такой-то репорт и так далее. Но юрист, он сам себе тоже не самоубийца, он не будет звонить детскому психологу, чтобы сделать судебный репорт на взрослого. Потому что клиент, допустим, заплатит и все такое, но он тогда потеряет свою судебную разбирательство. То есть, он тогда потеряет этот суд. Соответственно, чтобы суд был выигран, этот юрист, он не будет звонить детскому психологу. Он будет звонить психологу, который специализируется в этой области. Вот и все. Но нет такого, что суд, например, определяет, этот психолог достаточно силен или не силен сделать экспертизу. Суду вообще все равно. То есть, это только зависит от работы юриста. Если юрист поумнее немножечко и по квалифицированию, он пригласит эксперта, который по этой специальности работает или который известен в этой специальности. Если юрист не поумнее, не по квалифицированию, он просто пригласит какого-то эксперта с какой-то там степенью. И, соответственно, потеряет свое дело. Соответственно, это юрист отбирает. То есть, нет такой системы, в которой экспертиза говорит, что у этого психолога больше квалификаций и так далее. Какой-то универсальной системы нет. Это все зависит от опыта, что называется, юристов, которые приглашают психологов для экспертизы. Поэтому здесь есть психологи, которые приглашают больше, например, потому что несколько судов было выиграно с их участием. Соответственно, чем больше психолога использует и чем больше выиграно с его участием, тем больше его потом еще будут приглашать. А если какие-то суды не были выиграны, хотя этого психолога приглашали, то его потом дальше не будут приглашать. Потому что считается, что он, например, не очень хороший эксперт, который во время суда будет что-то такое заявлять. Вот и все. То есть вот такая у них система отбора. А вторую часть вопроса я не расслышала. Бронис Бронич, вы не повторите. Ну, главную часть вы ответили. Какие еще вопросы? В чате было много таких реакций, что так тяжело работать. Ирина, возвращайтесь в Россию. Татьяна из Вашингтона отреагировала, что это защита клиента. Алексей написал, что где рынок? Рынок, наверное, должен регулировать эти процессы. Вспомнили про этические нормы работы и так далее. Вот, как Вы считаете, сравнивая работу психологов России и в Канаде, по-вашему рассказывается ощущение, что значительно сложнее. Уровень требований совершенно другой. Наши психологи по сравнению с канадскими балуются. На самом деле, я слышала от своих коллег, когда я приезжаю в Россию, я с ними говорю и так далее. Насколько я поняла, психологи, в принципе, меньше 100 не зарабатывают. Я имею в виду, там, долларов или что там, в условных единицах, или там, евро в час. То есть, в принципе, зарплату можно, в принципе, сравнить то, что я получаю в Канаде, то, что я получаю в России. Это единственное, что... То есть, не знаю, может, я не права, может, Вы мне, так сказать, свою информацию дадите. На самом деле, такая же история сейчас с работой психологом в России, чем как и в Канаде. Только единственная разница, что у нас в России нет этого лицензирования, и у нас защиты клиентов никакой нет. Потому что у меня просто волосы шевелятся, когда я слушаю психологов, и я так потихонечку молчу, как они работают в смысле психотерапии или диагностики, например. То есть, там такой детский сад, что просто ужас. То есть, народ настолько здесь, по сравнению с американскими психологами, настолько не образован в психотерапии, просто от себя это какой-то гонит, вот, давайте поддержим самооценку у клиента, и так далее, и все. Ну, и, в общем, это ужас. Вот. Поэтому, вот в этом смысле, нужно защитить клиентов от плохого качества работы. А клиент не знает, какая хорошая или какая плохая терапия. Вроде, ему психотерапевт улыбается, какие-то деньги с него берет, но и какие-то слова ему умные говорит. И вроде как он не знает, что может быть лучше, что можно более эффективно ему помочь. Вот. Поэтому вот здесь, на самом деле, немножко больше защиты клиентов, чем вот в России. А так, по деньгам-то, конечно, в принципе, если вот то, что я слышу, это правда, то, может быть, в России не так плохо именно для психологов. Но, почему я сижу в Канаде, а не в России? Потому что условия жизни в Канаде пока, конечно, они тут загнивающий капитализм, империализм все еще до сих пор, вот, и сейчас вот они очень успешно стали загнивать. Вот. Но пока вот условия в Канаде гораздо лучше, чем в России, в том смысле, что вся другая система лучше. То есть у нас коррумпированность милиции, или сейчас уже полиция, да, в России такая ужасная, что я вот каждый раз, когда связываюсь с этим, ну, просто мне совсем то, что становится. Банковская система вообще ужасная. То есть здесь гораздо проще все эти банковские операции провести, заплатить за счет, там, за квартиру и так далее, чем в России. Там с транспортом, со всеми другими делами не решено. То есть просто трудно, как каждый шаг занимается только усилий, это, не знаю, вся жизнь на это убивается. Здесь немножечко полегче в этом смысле. И посвободнее с предпринимательством, да, то есть здесь тебя конкуренты не забивают, да, то есть здесь, если ты что-то хочешь такое открыть, тебе не надо регистрироваться тысячу раз, доказывать, что ты не верблюд, грубо говоря, еще раз, хочешь, делай, ради бога. Не хочешь, не делай. То есть никто за тобой не бегает, не следит практически, что ты передумал делать, что ты не передумал делать и так далее. А в России очень много вот этой, например, регистрировать нужно предприятия, регистрируешь, замучаешься, потом эти вот всякие какие-то налоги, дополнительные еще что-то нужно. Ну, в общем, в этом смысле. И, естественно, вот жить в Москве, ну, сами знаете насчет жилья, то есть с жильем, конечно, перегнули, то есть цены такие, что... У меня, конечно, в Москве до сих пор квартира, но по сравнению с тем, что у меня в Москве, по сравнению с тем, что у меня в Канаде, за гораздо меньшие деньги, то есть как-то хочется вроде библиотеку себе поставить, и офис себе поставить и так далее, а тут каждый метр в Москве стоит столько, просто ужас, просто восхищается. И это все из этой вот мафиозной системы какой-то. И вот поскольку мы эту мафиозную систему еще не вылечили, то я теперь думаю, что у нас лучше, мафиозная Россия или загнивающий капитализм в Канаде. То есть нигде идеальной страны нет. Я не говорю, что в Канаде идеальная страна, в ДДД далеко. Но этот фашизм у нас капитаны сейчас поднимают голову здесь. То есть, по-моему, следующая фашистская страна, это как раз Канада будет. Но если так по миру посмотреть, сейчас нет такой страны, где хорошо и весело живется. Поэтому я поэтому в Россию пока не возвращаюсь. То есть я туда могу приехать, попрактиковать что-нибудь такое, почитать лекции и так далее. А так, как говорится, потом вернусь в Канаде, и там буду отсыпаться. Я думаю, что правильно поняли наши участники, что не надо завтра сумки собирать и в Канаду ехать. Правильно? Но качество жизни совершенно другое. Вы сначала должны, ну, через себя переступить. Во-первых, вам нужно очень хороший английский. То есть психологи, это все про разговор, правильно? То есть вам нужно английский не только знать со словами, но нужно, чтобы дикция у вас не торчала нигде из ушей, что называется. То есть вам нужно дикцию здорово отрабатывать. И просто, как говорится, после того, как вы прошли эти огневоды с английским и так далее, приехать сюда и понять, что вы все равно внизу, что вы чернорабочие и будете чернорабочим. То есть всех эмигрантов канадцы смотрят на них, как, грубо говоря, чернокожих. И если вы вот эту гордость свою, что называется, проглотите и не будете пикать на эту тему, не будете сильно вопросов задавать, а просто будете играть по правилам. И будете знать, что они всегда белых своих американцев будут приглашать. Точнее, ну да, американцев и канадцев на самые дорогие работы. Они не будут приглашать эмигрантов, потому что население терпеть не может эмигрантов. Есть, конечно, столицы эмигрантов, как, например, Торонто, Нью-Йорк и так далее. Там очень много эмигрантов. Но основные деньги лежат не в больших городах. Основные деньги лежат за городами, то есть за пределами больших городов, вот в этих маленьких комьюнити. Там как раз белые все живут. И когда я езжу туда, мне просто поражает разница. То есть, например, в Торонто или там в Нью-Йорке и так далее, там, ну вот, в основном китайские лица, индийские лица, там, не знаю, чернокожие лица и так далее. Белых очень мало. А когда я еду за пределами больших городов, таким по маленьким вот этим вот деревенькам и так далее, там только все белые, белокурые, что называется, голубоглазые канадцы. Совершенно тупые, необразованные, у них там четверть населения не умеет ни читать, ни писать, но очень заносчивые. Они терпеть не могут, людей, у которых есть акцент. Понимаете? Но зато у них деньги. Понимаете? Вот, поэтому, соответственно, вот если клиент вас любит, вам клиент платит. Если клиент вас не любит, вас клиент не платит. Поэтому здесь вот надо к этому готовиться, что тут, как говорится, национализм тоже хороший. И если вы, как говорится, правила игры знаете, знаете себе место и себя не ставите, даже если вы самый умный и самый образованный, держите свое образование при себе и, так сказать, свою гордость при себе. И вот эту вот, вот эту часть, как говорится, если вы проглотите, то после этого будет все гораздо легче. Когда все время будут повторять, что я не понимаю, что ты говоришь, и т.д. На ваш акцент все время наезжать, даже если вы после того, как все хорошо отработали, вы знаете, что вы хорошо говорите, вы знаете, что вы без ошибок пишете и т.д. дать им возможность себя унижать, то в принципе устраиваться можно тут. Ну а так смотрите, где лучше. Бывают ситуации, что в России невозможно, бывают ситуации, что в России хорошо устроились. То есть не обязательно тут черное и белое. Спасибо. Ну из нашего разговора я на себя обратил внимание то, что в Канаде другой уровень ответственности работы психолога. И наверное то, что вводится лицензирование, да, это очень сильный механизм контроля за деятельностью психолога. В России мы еще до этого не дошли, никакого лицензирования нету, поэтому кто во что угораз, как кто хочет, так и делает. И отсутствует любой контроль за деятельностью психолога. Очень много непрофессионализма и нечестности мы сталкиваемся и т.д. Поэтому ваш рассказ о таких высоких уровнях требований это действительно защита прав клиента, контроль за работу психолога. Простой человек, он не знает всех тонкостей работы психолога, правильно? Он не может адекватно сразу оценить, и поэтому очень важно, чтобы были структуры, которые все-таки оценивали, контролировали саму ситуацию. Правильно ли я понял? Да, разница здесь конечно большая. И вы знаете, на самом деле, если вы хотите быть психологом даже в России, хотя здесь вот таких требований очень нет сильных, как и в Канаде, вы просто для себя, для своей совести, что называется, откройте глазки на то, чем занимаются американцы. Потому что вы американцы настолько далеко ушли по качеству психотерапии и по всему, что нам даже не снилось. Я вот сейчас смотрю, многие книжки переведены на русский. Я, например, с Белопольским встречаюсь, когда в институте психологии, всегда захожу в его магазинчик, на ВДНХ институт психологии. И я просто поражаюсь, насколько они много перевели книжек американских. И они переводят неплохие книжки, на самом деле, они не переводят всякую чушь. Тут количество книг по психотерапии, по всякой анализу и так далее просто зашкаливает, много-много, тысячи все ведь не перечитаете. Но вот этот магазинчик, он на самом деле, я не рекламирую. Мне, например, за это Белопольский вообще ничего не платит, даже более того, он даже мои книжки не продает мне. Но факт тот, что, честно так, между нами девочками, что называется, для себя учитесь на случаях, потому что вот в этих книжках всегда описываются конкретные случаи диагностические и какую терапию, какая терапия бывает. Потому что вот я уже 24-й год практикую психологию, и я вам точно говорю, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, сколько я не знаю. И я учу это, как говорится, нон-стоп, без остановки. И все равно я ничего не знаю. Поэтому нет такого, что вы базу выучили, и вы с этой базой можете практиковать. Варианты с клиентами такие, что вы думаете, что хуже не бывает. Следующий клиент приходит, а оказывается, что бывает хуже. Или вы думаете, что лучше людей не бывает. Бывает, приходит и следующий клиент, и это вообще маза-терроизм, что называется, следующая мама Тереза. Поэтому вот это разнообразие случаев и разнообразие клиентов и к ним подходов, но нет пределов совершенства, что называется. Вы учитесь и учитесь и учитесь в этом смысле. И для русских психологов, здесь я просто смотрю по тем сучникам, которые я вижу, как они подходят. Раз они уже на месте, и раз уже у них рутина и так далее. Ну вроде как и нет времени даже почитывать, и в принципе и так хорошо. И они вот останавливаются, как говорится, очень быстро на застегнутом. Я вот вам сильно советую у американцев поучиться терапии. Потому что у них этот бизнес стал развиваться гораздо раньше, чем в России. У нас психотерапию вообще не учили. А они на этом деньги делали. То есть они, грубо говоря, на 50 лет дальше ушли, чем мы. Поэтому лишний раз посмотреть на книжку, почитать, научиться, как они разные случаи рассматривают, это будет только плюс. И без всякого там национализма. Мы там Россия, Великая Маза Раша и так далее. В какой-то части мы, конечно, в космос людей посылаем, это мы и лучше делаем. А вот психотерапии мы явно отстаем. Я вам точно говорю. Так, может кто-то хочет спросить из виртуальной реальности. Что-то, Алексей, руку поднимали, можем рискнуть, может быть, будет, не будет. Кто хочет спросить, спрашивайте в чате. Так, давайте так обсуждали бурно. Так, никто не хочет спросить? Давай, Алексей. Да, Алексей. Ну, попробуйте, Алексей. Если в тушке у вас. Да, черный кларактер, квадратик Мелешко. Сейчас я исправлюсь. Да, здравствуйте, видит нас сейчас, Алексей. Да. Ирина, скажите, пожалуйста, вот мы сегодня обсуждали, вы услышали вас относительно канадских требований к психологам, но мне очень интересно вот относительно услышать клиента, да, то есть насколько сильно отличается клиент, потребитель психологической услуги в Канаде и потребитель психологической услуги в России. Может ли вам как-то вот через это проанализировать? Хорошо. Значит, разница клиентов в Канаде и в России. По психологическим проблемам, по отношениям между людьми или по их личным проблемам и так далее, разницы практически нет. То есть разницы нет, причем я вам скажу, что в Канаде здесь разнообразие гораздо больше по культурам. Например, индийцев очень много, да, мусульман очень много и так далее. Вам это в России даже не снилось, то есть там настолько они на разном языке говорят, то есть на разном менталитете говорят, то есть вам это даже вообще не снилось, насколько это разница. Россия все-таки у нас, я всегда шучу, что Россия неправильно пишется, у нас должна Россия через А писаться, потому что у нас очень российское государство, то есть мы, грубо говоря, к желтым относимся с превосходством, вот, национальностям. А здесь вот этого нет, здесь не разрушает хозяйство, здесь больше терпимость к мультинациональности. И даже при вот этом разнообразии менталитетов, у мусульман, например, они по-другому со всем должны знакомиться, они по-другому должны поддерживать отношения и так далее, так далее. В общем, психологические проблемы одинаковы, то есть те же самые страхи, те же самые переживания, там не только с самооценкой, но там с отношением, те же самые драматические посттравматические стрессы, тот же самый. Вот. И депрессия та же самая, то есть все тоже самое, то есть мы начинаем, когда лечить, лечить практически, начинаем то же самое делать. Просто немножко в другом языке это все перекладывать и все. А методы, грубо говоря, химия в организме, которая ведет к депрессии, ведет к стрессу или ведет к страхам, она та же самая. Разница есть небольшая. В том, что русские, конечно, они обкурены капитально. То есть количество курящих в России, но у нас, вы знаете, что сейчас Россия вышла на первое место по курению. Я когда ее жала, у нас столько не курили. Мы отдались этим прокуренным компаниям, которые делают сигареты, полностью. Страну полностью отдали этой рекламе. И теперь у нас народ посадили на эту соску и все сейчас курят. Курение вызывает повышенную тревожность. И люди, которые курят, у них как правило повышенная тревожность. Они думают, что когда они курят, они себе снижают эту тревожность. Соответственно, среди русских больше группа тревожных, чем среди другого населения. И, соответственно, алкоголизм наш замечательный. Здесь население очень мало этим занимается. Население в Северной Америке мало курит и мало пьет по сравнению с Европой. Поэтому вот в этом смысле больше депрессия. Потому что алкоголь – это депрессант. То есть, если товарищ пьет свое пиво, каждый день еще что-то, он себя в депрессию гоняет. Соответственно, больше депрессивных случаев среди населения и русского, и, соответственно, среди клиентуры. И больше вот этой тревожности. Но механизмы, как мы подходим к лечению этого, одинаковые. То есть, в принципе, по составу вот этих тревожных. То есть, если, например, есть канадец, который начинает курить, у него будет то же самое. Но есть немножечко разница, например, в использовании общественного транспорта. То есть, канадцы настолько привыкли ездить на машине, что, когда они теряют возможность ездить на машине, например, после автомобильного случая, они должны пользоваться общественным транспортом. И здесь нужно, как говорится, проводить, не знаю, три-четыре сессии вообще, убивать на то, чтобы как-то товарища немножечко успокоить, что он должен сесть в автобус и пользоваться автобусом. Потому что считается, что, значит, общественным транспортом пользуется только вот такая нищета, которые сидят на пособии по безработице, или какие-то шизофреники, которые не могут везти машину. То есть в этом смысле. Но это опять-таки маленькие вещи, культурные, как говорится, разницы. А так по психологическим механизмам, не, это все одинаково. Ирина, спасибо огромное по вашим комментариям. Мне кажется, очень важно в будущем, может быть, обсудить проблемы межкультурных различий, тем более у нас есть Татьяна из Вашингтона, у нас есть из Испании. Вот, очень интересно, как раз межкультурное различие поизучат. Еще последний вопрос, потому что нас ждут здесь танцы, фейерверки, песни. Поэтому у нас как бы вечер танцев сегодня и песни. Поэтому, Алексей, последний вопрос. И завершаем. Да, спасибо, я уже получил ответ. Хорошо, отлично, вы сократили время, нам увеличили время. Я вот тут вижу на чате вопрос по этике. Да. То есть, можно провести эти экзамены и не быть этическим психологом. Значит, что я хочу сказать. Это правильно. То есть, можно сдать экзамен и быть вообще полным, как говорится, морным и так далее. Поэтому здесь вот это лицензирование, оно немножко защищает против неэтических психологов. Как? Например, если пациент считает, что психолог что-то с ним неэтически сделал. Например, психолог там взял и пощупал запупку пациента, например, что-то такое не очень хорошее. То он имеет право тут же написать, это все бесплатно совершенно. На интернете есть этот колледж, который занимается тут же. У них есть формочка, жалобы, ради бога, пишут жалобы, сколько хочешь. Все это бесплатно. Очень интересно. Значит, соответственно, подают жалобу. А вот мне там что-то такое показало. Вот. Все. Начинается расследование колледжа. То есть он приезжает и начинает дрючить этого психолога со страшной силой. Так, чтобы он второй раз, это он даже не потребовал. Почему? Потому что, когда он проходит экзамен, ему, значит, строго говорят, что можно, а что нельзя с клиентом. Поэтому, раз он экзамен прошел, то уже потом, пожалуйста, не задавая вопроса, я этого не знала. Да? Как же так, я вот этого не знала. Вот. Соответственно, вот этику психолога хоть как-то контролирует этот колледж. То есть клиенты могут, соответственно, жаловаться на психолога со страшной силой. И время от времени мы получаем, ну, вот эту рассылки от этого колледжа. И время от времени действительно, они, на самом деле, должны оказывать кого-то. Там парочку случаев в год получается, что кто-то там либо потерял лицензию, либо ему сделали предупреждение о потере лицензии и так далее. А лицензия – это кусок хлеба. Если психолог теряет лицензию, ку-ку, все, да, то есть конец. То есть поэтому психолог, он должен смотреть вообще. Если он не хочет потерять лицензию, он вообще должен себя вести этично. То есть совсем не этичных психологов здесь как бы нет, потому что иначе они потеряли бы лицензию. Но, с другой стороны, соответственно, если у пациента, вот у меня были случаи, не только у меня, а у других. У там, сестра пациента, она, у нее дилюжина, то есть она просто шизофреник. Вот. И, значит, она там усмотрела, что я там что-то не то делаю, что у меня там конспирация с бывшим мужем ее сестры, что я там, оказывается, по интернету там всякое им шлю какие-то там e-mail страшные и так далее. Тогда что это все я там, да, значит, что я там звоню бывшему мужу и там... Ну, это, конечно, я не делала, но у нее иллюзии такие, правильно? И вот она все это написала, эту бодягу насчет Колычу, соответственно, вот что, вот я так вот себя неэтично веду, правильно? Ну, естественно, Колыч начинает расследование, и вот мне, естественно, приходится звонить юристу, и юрист покрывается страховкой, правильно? Юрист хорошие деньги за это сняла, где-то там 5 тысяч, все это разборка мне стоила, мне я ничего не плачу, платит все страховая компания, у которой я застраховалась, правильно? И, соответственно, вот с этим шизофреником Колыч должен конкретно разбираться с этой, как его называть, с этой заявкой. Он не может сказать, что это полностью вообще шизофрени, зачем так? Не-не-не, он должен действительно все это поднять, от меня какие-то получить письма, потом еще раз от меня, потом, значит, мой юрист должен пойти на конференцию, все это дело за меня говорить и так далее, целая история, на самом деле. После этого пациент посылает, пациент не согласен с решением Колыча, что ничего такого не было, ничего со мной не будет делать, он начинает посылать жалобу в более высшие инстанции, которые руководят Колычами. Эта инстанция начинает разбираться, и все это идет. После этого они говорят, ну, мы тогда в права человека пошлем и так далее. Ну, и посылают в права человека. То есть, вот таких случаев много, на самом деле. Да, то есть, вот эти, делюжин, что называется, пациенты, они время не... То есть, есть какая-то защита пациентов, но и, соответственно, защита психологов тоже. Ирина, огромное спасибо. Попользуясь возможностью, хочу сказать, что мы договорились о телемосте с мужем Ириной Канадцем Биллом. Он магистр, я думаю, магистр психологии, магистр математики, что-то, да? Магистр многих наук и психиатр. Было бы интересно, да, услышав точку зрения чистого канадца, да, психиатра, с внутри. И я думаю, что Билл согласится принять участие, а Ирина, вы поможете тоже прокомментировать. Хорошо? Ну, мы сделаем несколько встреч, хорошо таких? Огромное спасибо, хорошо. Аплодисменты, нет, все, уже танцы нас ждут, извините, уже все, танцы у нас в фейерверке, больше мы не можем. Ирина, огромное вам спасибо, так кажется, я не знаю. Мы из-за этого, что вы все это вне делали. А? Вам спасибо. Вот, мы давно планировали, я давно очень хотел. Ирина 15 лет тому назад сбежала в Канаду, возвращаться не собирается. Вот, приезжает изредка в Москву. Я думаю, Ирина, когда приедет из Билла в Москву, мы обязательно сделаем встречу в нашем университете. В прошлый раз хотели, но, к сожалению, не сложились обстоятельства. Вот, в следующий раз мы в университете встретимся, потому что тот опыт и тот материал, которым вы владеете, он очень огромный. И вы только этим живете и знаете всю систему изнутри. Для того, чтобы понять суть психолога в России, всегда полезно сравниться с работой психолога за рубежом. Правильно? А там более, может быть, давние уже традиции, устоявшиеся требования и так далее. Мы тоже шаг со шагом идем в этом направлении, поэтому надо понимать, где наши сильные стороны, где слабые стороны, чем мы можем сейчас радоваться, над чем мы должны работать. Огромное спасибо! Всего наилучшего всем! Биллу пламенный привет! Пусть учат русский язык, мы ему поможем, пусть приезжают, дадим уроки. Хорошо, все! Всего наилучшего! До новых встреч! А мы пошли танцевать! Продолжение следует...